В рамках национального проекта «Образование» в нашей стране не только строятся новые школы и детские сады, улучшается материально-техническая база учреждений образования, но и проводятся конкурсы для одаренных детей. Один из таких конкурсов – всероссийский проект «Большая перемена». В этом году в нем приняли участие ребята из Славинского района. Для учащихся первого лицея Анны Еремчук и Степана Маркина это лето запомнится на всю жизнь. Они приняли участие во всероссийском проекте «Большая перемена». В конкурсе участвовало несколько сотен ребят со всей России и, конечно, конкуренция была огромной. Но наши ребята в очередной раз доказали, что в Славинском районе можно получить прекрасное образование. Они победили и выиграли «Путешествие мечты» от Санкт-Петербурга до Владивостока. Я участвовала в конкурсе «Большая перемена» в категории 5-7 классы. Это было несколько этапов. Была онлайн-игра, затем было собеседование и уже сам финал в Артеке. Когда я узнал, что я победил, это, конечно, были огромные эмоции. Из всех победителей меня назвали самым последним. То есть вот я сидел и ждал все-таки своей фамилии. Сложным мне показалось. Там были задания на логику, задания на креативность. В некоторых моментах ты просто сидел и думал, господи, как это сделать? Но все-таки оно того стоило. Безусловно, выиграть в таком масштабном конкурсе было бы невозможно без поддержки педагога-наставника Галины Мирной, которая уговорила ребят поучаствовать и помогала им на пути к победе. Мы участвуем уже четвертый раз. То есть четвертый год идет «Большая перемена» и мы с самого первого сезона с этим конкурсом. В первом сезоне у меня была победительница Катя Ярославская. Сейчас она заканчивает уже обучение в СПО. Во втором сезоне мы не участвовали. В третьем у меня была призер. И вот сейчас, впервые в этом году мы принимаем участие в категории пятых-седьмых классов. Они уже у меня победители, уже закончилось все. А вот в категории восьмые, девятые, десятые СПО еще все впереди. У них даже еще не было полуфиналов. Они отправляются 29 августа на свои полуфиналы. Что очень волнительно, потому что конкурс у старших, конечно, гораздо сложнее, чем у пятых-седьмых классов. У них этапов больше. Ну и конкуренция, соответственно, тоже гораздо-гораздо выше. В день, когда мы снимали сюжет, Степан и Анна, в буквальном смысле слова, уже сидели на чемоданах. На следующий день они отправились в свое большое путешествие по России. Ожидания от поездки, конечно, были самые позитивные. Ну, немножко волнительно, но надеемся, что это путешествие будет очень позитивным, очень радостным. И мы узнаем много нового. Если смотреть по карте, то мы пройдем через всю Россию. Мы пройдем 15 городов. Это с учетом точки отправления и точки, где наше путешествие заканчивается. Мы увидим Урал, Байкал, космодром Восточный. Это, наверное, самая необычная станция на нашем пути. Я думаю, что это путешествие будет просто незабываемым. Пожелаем ребятам интересно провести время, познакомиться поближе со своей страной, обзавестись новыми друзьями, ну и, конечно же, вернуться с багажом новых знаний и ярких впечатлений.